Сегодня поговорим о том, как рассчитать энергию для парамагнетиков Эта вещь достаточно важная для нас, потому что в дальнейшем эта энергия будет использована для того, как рассчитать Непосредственно будет уже температуру перевеса в перемагнитном переходе И поэтому, соответственно, этот урок вообще как раз этому А вообще, на увеличенной магничности могут быть представлены следующим образом Деофункция лыжевена, которую мы находили как для полярных диэлектриков То есть имеем какую-то систему магнитных моментов И, соответственно, магничность этой системы может быть записана следующим образом Для случая, если, допустим, к этой системе предложено какое-то внешнее магнитное поле H При этом этот параметр A в нашем случае будет равняться не нулевой на H на КТ А функция лыжевена записывается как единиц на А минус качинус А Повторять вывод для случая полярных диэлектриков здесь не имеет смысла Потому что, в принципе, все будет аналогично Также будем искать среднее значение косинуса угла Который будет вставлять какой-то отдельный выбранный магнитный момент с этим полем Потом рассмотрим случай для всего объема То есть придется проинтегрировать, допустим, по всем возможным вероятностям Введем в вероятность как функцию экспонента Больцмана Влетать, вертать, все равно пойдем к этой величине Которое как раз и будет решать величину среднего косинуса Который вставляет какой-то магнитный момент с как раз внешним полем Та чего намагничность к n-досконечности может быть записана следующим образом Просто сейчас продемонстрирую функцию наживема, как она идет Ну, где-то это у нас А равна единице А до случая А намного меньше в единице Можем разложить функцию наживем Ротеллор и получим 1 на А минус 1 на А плюс А на 3 минус А в кубе на 45 Сколько у нас вот такой случай Вот это будем считать бесконечно малые Больца в порядке, отчего вся функция наживания превразуется к виду А на 3 А все выражение динамагничности примет вид m на m бесконечности на А на 3 При этом m бесконечности у нас вот здесь, вот задняя Как раз это же поле насыщения Когда, допустим, наши все магнитные моменты будут абсолютно выстрелены вдоль поля Но это все принимает следующий вид Ню нулевой аж на АКТ Ну, это, соответственно, равняется ню н н Число магнитных моментов пределов вот этого объема, который мы рассматриваем Ню в 0 в квадрате, аж на АКТ на 3 Вот И дальше, если мы пойдем двигаться, да То мы получим, что в случае Поле насыщения, в случае поле насыщения может быть найдено следующим образом При всем при этом здесь вот на магничность как раз будет вот эта величина То есть я как раз сейчас ее запишу здесь на магничность будет, соответственно Ну, на нулевое в квадрате на АКТ на 3 И в следующий важный момент отмечу, что вот эта величина Магнитной восприимчивости, да Которая как раз из уравнения длинномагничности из поля выходит Да, она как раз в случае под магнитом зависит от температуры Это очень важное отличие от демагнетов Где здесь в аппаратуре нет Вот это вот непосредственно величина магнитной восприимчивости Которая мы здесь нашли И очень является как раз основным физическим характеристикой Характеристикой, что это, допустим, является промагнитиком И в целом следует помнить, что у нас есть присутствие температуры Иногда просто возникают такие вопросы на экзамен Ну, допустим, промагнитик зависит его от 8.6 метров или нет А вот, в принципе, поэтому можно Поэтому я обращаю большое внимание к разной зависимости Ну, а теперь поле насыщения, как раз я рассчитаю Перейду к разу поле насыщения Рассчитаю, что из условий, что оно достигает при равной единице Высокое у нас было задано здесь, как вот с таким образом По примеру с полярными диэлектриками То получаем, что ню нулевое на H на КТ Будет равняться единице Теперь следует, что поле насыщения Поле насыщения Представляет себе величину КТ на ню нулевое Это будет равняться 1.38 На 10 минус 16 На 1 Кельвин Посмотрим, да? На 10 минус 20 Эта величина равняется 10 в 4 Так что, в принципе, поле насыщения Как раз у тебя освещено 10 кг Ну что ж, в принципе, в пределах этого урока Я вложу информацию, которая нам понадобится в дальнейшем Для изучения свойств Их явлений Также показал Наиболее важные свойства для фармагнетика Спасибо за внимание